По Хвалынску уже едешь, видишь, что тут есть тротуары. Мы увидели ряд моментов и, допустим, как этот проект реализовывался. Ну, во-первых, мы понимаем, что и подрядные организации, не все были готовы к проведению такого объема работы. Не готовы были и проектные наши с вами возможности, да. Мы уже по ходу вынуждены были менять тот или иной проект, да, потому что вот на самом деле низкая такая база проектирования. Это тоже была тема видна. Мы с вами увидели другое, что не все районы восприняли проект Вячеслава Викторовича так, как он хотел это сделать, чтобы мы делали для людей тротуары, а не закатывали площади и не осваивали деньги, и не делали более выгодные условия для наших дорожников. Сегодня мы должны просто с вами зафиксировать, завершено у нас строительство тротуара по тому проекту, который Вячеслав Викторович наметил в этом году, или он не завершен. В этом году выделено 138,5 миллионов рублей, и на них мы благоустроили 35,1 километров тротуара. То есть 5 километров, да, 56 участков тут, да? 56 участков тротуара. Ну, все участки мы ориентируем, во-первых, на мнение жителей, потому что у нас существует своя программа по безопасности, дорожное движение за жителем писали заявки, где необходимо устройство тротуара, и подход к социально значимым объектам. У нас появился тротуар в 2-й школе, где их, в принципе, никогда не было, к детским садам, мы сделали везде тротуары, к центральной районной больнице, к лицею. Ну, еще смотрели на многоквартирные дома, где тоже у нас практически вот южный поселок, северная часть города. Есть многоквартирные дома, но от них доступности к центральной части города она не была. Теперь она у нас как бы устроена, все тротуары есть, люди могут спокойно подходить с любой части города, в центре с машиной. По участках пришлось переделывать. У нас, получается, дорогие распадающие по Росреспублике, и по революционной, все видели, вот, где был закатан, как раз вход в магазин. Да. И эти участки были переделываны. И мы понимаем за счет средств уже подрядчиков. То есть, значит, на это деньги не тратили. Хорошо. Там, где есть критика, вот мы с главой часто говорим, ну, мы это там, типа, критикуют, но мы же вот тут сделали. Я говорю, нет, все равно надо, если тем более сделали, переделываем, надо это жить всем объяснять. Здесь ничего в этом зазорного нет. Я сам всегда говорю и открыто вскрываю темные недостатки. Потому что мы их видим, жители видят, их нужно открыто говорить. Я еще раз отдельное спасибо хотел сказать тем, кто в социальных сетях работает. Они просто говорят на те ошибки, недочеты, которые можно было тогда исправить. И они переживали за качественный тротуар, поэтому это все правильно. У нас все сделано очень хорошо, нигде не было вот продавливания какого-то. То есть, у нас все было очень сделано аккуратно и вопросов никаких не было. Но, конечно, если было бы это все с зеленью, это было бы еще лучше. А я живу как раз-таки на выезде. И вот в этом году Пионерская, Октябрьская, это как раз перед Национальным парком Хвалынский, перед Несхозом, вот Октябрьская улица, там в жизни не было, вот поверьте. Там такие лужи у нас, я тоже мама, деток, и мы постоянно, ну, чтобы с чистой обувью дойти до остановки, такого не было. Постоянно на себе или машину, или как-то, то есть, выкручивали. Сейчас у нас на Октябрьске есть тротуар. Вот, сделали все оперативно, быстро, никаких, нет кучи земли. Есть сознательные граждане, которые ходили после работы, что-то для себя там ровняли. Вот, есть, ну, конечно, и приехали, разровняли. Там была большая куча земли, возле Национального парка тоже приехали и выровняли дорогу. Проект, который реализует Вячеслав Володин на территории всей области с 2020 года, показал свою эффективность и необходимость. Мы сегодня с вами работаем и в Хвалынске, и в Вольске. Это два города, где он выделил финансирование в объеме, которое необходимо для большего количества тротуаров. Если это в Вольске, то это 60 километров тротуаров. Здесь, в Хвалынске, это 35 километров тротуаров. Фактически все большие, крупные улицы находятся с тротуарами. Главную задачу, которую он ставил, что тротуары должны подходить к объектам социально-бытового, культурного назначения, к школам, библиотекам, поликлиникам, детским садам. Там, где наибольшее количество проходит людей, это для нас очень важно. И, конечно, качество тротуаров. Контракты были заключены до 30 ноября. Сегодня мы эту неделю всю своими помощниками проезжали и смотрели эти тротуары, принимали обращения от наших жителей, насколько они качественно сделаны. Хочу сказать, что все работы завершены, согласно плану и графику. Там, где необходимо еще время, чтобы земля села, допустим, на отсыпки у тротуаров, на благоустройство и высадки газонов, мы берем до весны. Напомню, что эти контракты заключены все на 5 лет тротуаров. Непосредственно будем отслеживать. Очень хотел огромное спасибо сказать жителям, которые работают в социальных сетях, вашему каналу, который активно занимается контролем и качеством Балакова. Здесь, в Хвалынске, там, где вы работаете с людьми, и мнения их выслушиваем. Не случайно было сказано, что часть тротуаров была переделана за счет подрядной организации. Но сегодня у нас очень важно, чтобы дальше за счет районного бюджета, областного бюджета, эти тротуары продолжались по необходимости, потому что проект Вячеслава Володина, он не использует бюджет района и области, это привлеченные инвестиции. И его задача была помочь области сдвинуть этот вопрос, и чтобы уже области и района были свои проекты. То, и мы сейчас услышали, что на будущий год районы также планируют выделять свое финансирование на продолжение строительства этих тротуаров. Но для нас важно мнение людей, мнение жителей, поэтому мы к нему прислушаемся и будем возвращаться каждый раз, если будут вопросы и нарекания к тому, чтобы подрядная организация в течение пяти лет контролировала эти тротуары, отвечала за их качество и благополучно их использовала. Спасибо. Спасибо.